Всем привет! Этот фильм будет в продолжении моего предыдущего видео о телефоне Note 8, опыта моего использования. Телефон этот купил почти 10 месяцев назад, в апреле прошлого года. Я думаю, это сейчас самое хорошее время, чтобы рассказать вам о том, как он себя ведет и ответить также на ваши вопросы, которые пришли ко мне по поводу именно обслуживания телефона после достаточно длительного срока. Сразу хотел сказать, что телефон ведет себя отлично. Ко мне пришли вопросы по поводу выгорания экрана. Выгорания экрана, как таково, у меня нет, скажу сразу. У меня, в принципе, использование достаточно щадящее для этого телефона. Я его никогда не использую на максимальной яркости, у меня стоит это наполовину. Также экран, сколько я знал, выгорает, если вы смотрите, если вы пользуетесь каким-нибудь приложением, которое половина экрана делает более ярко, чем другое. Например, если какой-то там мессенджер, то у вас клавиатура всегда будет более яркой, чем другая половина экрана. И поэтому, если вы будете пользоваться этой клавиатурой часто, она у вас в этой зону будет выгорать. То же самое, например, с видео на YouTube. У меня друг так в своем телефоне S8 сжег половину экрана именно в том месте, где, если вы видите, вот там, где вот сейчас именно этот квадратик видео, то вот здесь у нее самая была яркая часть, и она у нее сейчас постоянно красная, это видно. Поэтому, к сожалению, в этих телефонах за то, что экран такой хороший по качеству красок и насыщенности, нам нужно платить всем выгоранием экрана, если мы его используем слишком сильно. Если вы используете его, скажем так, в безопасном режиме, как я, не перевеличиваете, скажем, яркость и не оставляете яркие пятна на экране на долгое время, то все у вас будет хорошо, я могу это подтвердить, у меня с экрана все чисто. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу скорости и по поводу, как себя ведет вообще операционная система, не лагает ли телефон после этого времени. Телефон не лагает, у меня он работает отлично, он не работает, я скажу честно, как в первый день, когда я его купил. Были какие-то проблемы? Да, были. Были проблемы, недостаточно часто, чтобы совсем отказаться от телефона, но не так, чтобы было только один раз. Пару раз телефон зависал, но это случалось в режиме браузинга, то есть в интернет-браузере, когда я пользовался, он у меня просто не двигался, я не мог перейти на какое-то другое поле. Что я делал? Просто выходил из браузера, либо делал рестарт телефона так, как сейчас, и он, в принципе, у меня сразу возвращался в нормальное состояние, и проблема решалась сама собой. Как я сказал, случалось пару раз, но с этим можно жить, и, в принципе, основная скорость этого телефона, так и осталось, как и раньше, он не завязает, не зависает, не тормозит, и все, бегает очень-очень быстро, как вы видите, то есть абсолютно без проблем. Игры тоже бегают быстро, телефон не сильно греется, хотя, в принципе, в игре я не играю. Что касается, например, камеры, то камера мне тоже очень нравится, камера очень хорошая в дневное время, камера снимает отличное видео, особенно на 4K. Если вас интересует ночная фотография, может быть, эта камера все-таки не самый лучший вариант. Даже в девятом ноуте камера намного лучше ночью, но, если честно, относиться к этому телефону, то у него с камерой достаточно сильно все еще, и большинство моделей, даже других производителей, в принципе, не дотягивает либо на таком же самом уровне. Но я, конечно же, не говорю про Google Pixel 3. Следующая вещь – это ударопрочность и его износостойкость. Скажу честно, проблем у меня с телефоном не было, я его сильно не ронял. Да, он падал пару раз, достаточно невысокой высоты, не на асфальт, то есть у меня с этим пока что везло. Один раз, правда, упал, если могу сказать. Если вы видите здесь, вот есть маленький такой чип отошел, маленький скол, это часть, но, в принципе, это ни на что не повлияло. Я телефон всегда ношу, у меня протектор на стекле, и сзади тоже у меня находится специальный чехол на него, поэтому, в принципе, я его берегу, и ничего не случается. Что касается качества производства, сборки, все отлично. Единственное, что если у вас будет вот такая вот маленькая, маленький момент, такой вот как беленькое, видите, пятнышко вот здесь вот, да, это у нас отошла краска, и причем никаких физических влияний на него телефон не было, просто от регулярного использования. Я скажу вам честно, это случается не только у меня, и это, в принципе, стандартно для этих телефонов, я посчитал в интернете. Когда я обращался к Самсунгу, думал отдать этот телефон взамен на новый Note 9, и отдать его по программе, скажем так, что какую-то там определенную стоимость денег они списывают, потому что возвращаешь старый телефон, отдаешь свой старый телефон. У Самсунга придирок этого не было, они, в принципе, спокойно с этим возьмутся. Вот. То есть нет проблем. Что еще? Скажу честно, телефон отличный, мне очень нравится, я его посоветую любому человеку, тому, которому, в принципе, не важен один момент. Один момент – это батарея. Батареи я пользуюсь лично, мой опыт, использование достаточно серьезно. Я, если бы, бывают дни, когда я, в принципе, очень много хожу в интернете, проверяю какие-то сайты, и в эти дни телефон доживает, ну, может, до двух часов дня. Я всегда подзаряжаю телефон два раза в день, у меня это стандартно, на следующий день опять подзаряжаю телефон два раза и так далее, и так далее. Единственный момент, что я, в принципе, телефон не подзаряжаю до 100%, всегда до 80% и не разряжаю его до 20%. Так что, если вы делаете от 100 до 0, то у вас должно быть, в принципе, хватить его на день. А если вы используете это немного, то должно хватить на день 100%. Интересный момент, что, например, видео на YouTube берут меньше энергии, чем вложения по интернету. Что самое интересное. Так что батарея, одна, наверное, из слабых моментов здесь, это всем давно известно. Я научился с этим жить, сидя какой-то пауэрбанк с собой, но в будущем буду достаточно счастлив поменять его на девятый ноут, потому что батарея там намного сильнее, да и, в принципе, камера, которая работает ночью, лучше тоже пригодится. Вот так вот, телефон отличный, все работает, стилус все еще работает, все чистенько, бегает, как новенький. Если вы меня спросите, посоветовали ли я его поменять на ноут девятый, скажу честно, если деньги не проблема, то берите ноут девятый, 100%, к этому все идет, нужно будет менять. А если хотите дешевый, но сильный вариант, то и батарея не проблема для вас, но тогда я советую восьмерочку, как обязательно. Еще, скажу честно, я ноут девятый когда-то брал, там было мое видео, и ноут девятый я вернул обратно, потому что разница была 400 фунтов, я живу в Великобритании. 400 фунтов – это слишком большая разница за то, что предлагал девятый ноут. Конечно, со временем в следующем году, в этом году я буду менять на ноут девятый, когда поменяется, когда цена на девятый ноут упадет. Вот так вот. Я знаю, что у вас будут еще вопросы. Если будут, пишите обязательно внизу, под комментариях, я постараюсь на все ответить, и причем оперативно. Именно по этому телефону я могу даже посмотреть, сделать какие-то опыты и помочь вам в вашем выборе, либо, может, у вас какие-то непонятные ситуации с вашим телефоном, и вместе мы можем выяснить, как она все равно должна работать. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, делайте предложение, понравилось видео, не понравилось, что лучше поменять, что бы вы хотели увидеть. Рад вас слышать, и до новых встреч!